здравствуйте рада видеть вас на своем канале и сегодня я расскажу вам о своих продвижениях вышивальных процессах посмотрим что я там на вышивала за три недели своего отсутствия и просто с вами поговорим немножко о планах о жизни и давайте же начнем начну я со своего процесса реоли с жасмин вот то что у меня должно получиться но прежде чем мы перейдем к самому до процессу я расскажу немножко об организации часто у меня спрашивают что это за коробочки эта коробочка называется пластиковая папка для документов она очень удобно вы видите я практически все процессы организовываю именно в этих коробках почему я предпочитаю их они текстильные какие-то конверты ну вот здесь мне больше нравится как это открывается во первых да здесь все сразу видно входит сюда формат а4 она глубокая у меня четыре сантиметра глубина коробки и сюда можно без проблем все все разместить единственное что сюда не помещается не помещается пяльца с работами вот допустим норге третье не помещается вторые уже помещаются ну естественно какие-то больше пяльца точно не помещаются но так как у меня процессов немного и они у меня все в ходу мне этого и не нужно то есть паковать чтобы там не пылилась все работы я одновременно вышиваю и как правило вот работа запеленная у меня просто находится на столе или лежит прям на папке но по большому счету конечно такая коробочка очень и очень удобно единственный ее недостаток то что вот этот стык самой коробки и крышки он не на кольцах а просто пластиковый и со временем он конечно же сломается перегнется но вот сколько у меня эти коробки уже несколько лет даже не знаю сколько года три пока все держится оставлю обязательно артикл меня периодически практически под каждым видео спрашивает что это за коробка оставлю артикл покупала я на пал перес сейчас они подорожали но возможно вас цена все-таки устроить ну по крайней мере вы ознакомитесь единственное что обращаю вешу внимание что надо брать именно глубокую коробку не два сантиметра а именно четыре в два сантиметра там мало что поместится все по поводу организации рассказала вам сейчас у меня видите пяльцы пустые да не заполненные сейчас дальше расскажу почему и практически все свои нитки я переорганизовала на органайзер то есть сняла с палеток вот что-то осталось я по много не навешиваю но все-таки организация у меня полным ходом идет именно в процессе вышивки и давайте теперь покажу что у меня получается посмотрите пожалуйста что у меня было вышито на 25 июня а было у меня вышло 38 процентов и сейчас моя работа выглядит вот так перевалила я за середину сейчас у меня вышло 53 процента я вам специально натянула эту работу потому что так как я постоянно переставляю пяльцы и работа очень мятая но мне не совсем нравится показывать мятую работу поэтому вот то что есть красиво очень красиво получается мне просто необыкновенно нравится я просто восхищение от разработки этого дизайна вот здесь вот у меня там еще немножечко не поместилось но уже там такие копейки не поместились вы понимаете что здесь больше то есть вот так вот будет где-то вышивка находиться то есть больше половина у меня вот ушло в пяльце но все равно чтобы полюбоваться именно готовым вариантом этого достаточно красиво вся весь бык стич у меня на половине закончен он здесь есть а такой отрывочный очень красивые его мало но все-таки он имеется необыкновенная работа повторюсь не устаю ей восхищаться она идет очень быстро эта работа вообще никаких затруднений у меня не возникает вышивая как я говорила по перенабору и это намного намного упрощает саму вышивку единственное что получается что сейчас у меня в работе две вышивки именно по перенабору это не очень удобно раньше если у меня допустим одна работа вышивается по схеме 2 по перенабору я могла как-то одну взять допустим днем другой вечером сейчас у меня две работы конкурирует между собой по времени именно когда я сижу за столом и вышиваю с планшета по перенабору и конечно же это идет в ущерб и одной и второй работе конкурирует она у меня конечно же с ртом где растет иван-чай вышивкой но но все таки потихонечку они двигаются до конкурирует беру я их урывками там по две недели одну две недели вторую но в общем то наверное как-то надо избавляться от этого чтобы вышивать все работы именно по перенабор так что вот мои дорогие такая вот красота должна получиться честно говоря я думала что это работа меньше несмотря до что заявлен размер 30 на 30 сантиметров но это так всегда почему-то глядя на превью у меня всегда возникает свое представление о размерах которые частенько не совпадает с реальностями но этот сам сюжет 30 на 30 до раму соответственно надо будет больше заказывать посмотрим что там у нас валперис предлагает потому что очередной раз я тут сходил в пакетку пыталась оформить dimensions gold коллекции да вот такой большой dimensions очередной раз мне насчитали на какую-то бешеную сумму правда я хотела оформить с паспарту сколько там с итальянской рамы мне насчитали 20 тысяч с рамой российского до производства там допустим 17000 15 тысяч там с разными рамами но все равно я считаю что это очень и очень дорого и еще раз утвердилась в своей мысли что надо вышивки или дошивать до стандартных рам или оформлять просто на подрамник ну или конечно же в прикладные вещи ну вот этот же смен я вижу именно в раме ну 30 на 30 все-таки это довольно стандартный размер так что я все-таки надеюсь что я подберу раму готовую какую-то стандартном исполнении благо на валбере сейчас огромный выбор рам рамочек и так далее нужно подрамник я всегда успею натянуть подрамники они всегда недорого стоит даже если их заказывать в багетке по своим размерам я имею ввиду так что вот мои дорогие вот такая вот красота получается очень мне нравится хотя замечу опять что на превью немножечко по-другому более сиреневая у меня получается более розовый вариант но все равно очень и очень красиво замечательная работа необыкновенно атмосферные так и теперь мы с вами переходим уже к следующей моей работе это рта где растет иван чай сказала вам где растет иван чай где цветет иван чай прекраснейший прекраснейшая работа то у меня было вышито на прошлый период но это вообще не имеет значение потому что пришлось мне все все распускать и делать рестарт этой вышивки сейчас немножечко попозже расскажу давайте сначала остановимся на этом сюжете очень не было интересно кто автор такой прекрасной картины я посмотрела да это в принципе указано посмотрела ее работы это у нас марина ласаева современник наш прекрасная девушка просто великолепнейшей работы и рта слава богу заинтересовалась этими сюжетами много довольно рта разработок именно по картинам да можно сказать по акварелям этой художницы и вот в том числе вот это посмотрите пожалуйста как выглядит работа в живую да это акварель и необыкновенно красивый и мы видим что рт его практически полностью сохранила то что есть цветовое сочетание сам сюжет естественно саму композицию все все сохранил за что большое спасибо рта разработчик разработчик у нас этой схемы наталья морозова вот так что наталья морозовой тоже большое большое спасибо за такую прекрасную разработку мне говорили девочки писали что тоже вышивает эту работу и даже вот одна моя зрительница написала что она будет менять цветовое сочетание иван-чай потому что он это цветовое сочетание не соответствует действительности да наш иван-чай и классический он более сиреневых оттенков здесь же это более такое розовое даже бордовое какое-то настроение но я хочу сказать что здесь у нас изображен по всей видимости закат я думаю что это вряд ли рассвет это именно закат и закатные лучи окрашивают иван-чай именно в такой немножко более теплый цвет чем он есть на самом деле до этого можно сказать вот по небу такого более такого теплого цвета грим-брюлея такого желтоватого и вот именно поэтому мне кажется такое получается сочетание в самой работе но я хочу сказать что все равно превью отличается от того что получилось давайте посмотрим что у меня сейчас получается на конве вот такая вот красота так просили меня показывать поближе но не знаю насколько это оправданно поближе или подальше потому что все таки ну давайте да может быть я какие-то поставляю фотографии или вот так но вы видите самый-самое начало сейчас у меня вышито 18 процентов запялено у меня работа в нурге троечку самый мой любимый самый мой любимый размер очень удобный здесь у меня помещается ровно четверть работы вот она четвертушка и это вышито все самого начала почему так произошло потому что я ошиблась неправильно интерпретировала нитки с перенабором не знаю что на меня нашло просто абсолютно неправильно навесила на органайзер естественно у меня было что-то похожее но когда у меня одна нитка просто закончилась я поняла что я делаю что-то не так посмотрела что действительно очень здорово ошиблась в нумерации и было принято решение просто все распустить у меня было вышито где-то ну наверное крестиков 700 и эти 700 крестиков я распустила до было конечно очень обидно но я не привыкла опускать руки в таких вот честно говоря у меня за всю мою вышивальную карьеру наверное это раз второй или третий когда мне приходилось так много распускать вот такие вот досадные ошибки я совершала не знаю наверное жара это действует на мозги как так получилось я прям даже сама себе удивляюсь но ничего страшного распустила и вы видите переплюнул то что у меня было вышито и добралась естественно уже до самих с самого леса самих деревьев до иван-чая такая вот красота получается мне очень нравится 10 довольно много цветов для такой работы 47 и 6 блендов но конечно же такое сочетание такая вот прекрасная картинка получается именно от большого количества цветов как мне кажется потому что здесь конечно намешано но вы знаете довольно легко вышивается грубками грубками все и вот такая вот красота получается вы видите что отличается здесь более коричневый допустим то давайте возьму какую-нибудь ручку чтобы пальцем не тыкать здесь более коричневая земля здесь более зеленая вроде вот иван-чай не сильно отличается отличается именно зеленый мне кажется здесь более такой голубой цвет на небе у меня он более прозрачный но еще раз говорю что вполне возможно после стирки это все немножко подсядет и будет смотреться поярче пока что все мне нравится вышиваю с огромным удовольствием это 16 у нас аида крестики довольно хорошо укладываются и все все меня устраивает много полукреста есть бленды бленды такие которые практически незаметны но все-таки вот сейчас вот через камеру смотрю да здесь видно что здесь посветлее здесь потемнее в общем как как-то на камере эти бленды более видны чем в жизни вот такая вот красота да я вам сказал что вы что мне 18 процентов и сейчас здесь выше то 3426 крестиков выше то по объему больше потому что вот все небо вышивается полукрестом крест идет вот только уже зелени в самих цветах да вот во всей этой нижней части то есть полукрест у нас вот идет только в небе все остальное это у нас крестик так что есть над чем потрудиться где приложить руку но еще раз повторяюсь просто огромнейшее удовольствие я получаю конечно здорово сейчас у нас зацвел иван чай и постараюсь сделать в какие-то атмосферные фотографии при его по возможности конечно а то так тоже наобещаю вам а потом ничего не получится так что вот мои дорогие такая вот красота и мы сдавайте с вами перейдем теперь к следующей работе это календарь от олен шлегер там тоже есть совсем небольшие продвижения были у меня планы грандиозные но этим планом не суждено как правило сбыться потому что я сужу о вышивке по своим прошлым темпом допустим которые у меня были в прошлом году в этом году у меня стемп с совершенно не такие как прошлом году и даже не такие как были зимой сейчас я вышиваю намного намного меньше и естественно это сказывается на количестве крестиков на количестве работ на количестве процессов в общем на вышивке это очень кардинально сказывается как всегда у нас все ищут секрет быстро вышивки секрет быстро вышивки это просто в наличии большого количества свободного времени скорости тут тоже конечно имеет значение но она уже вторично если соответственно у вас много времени для вышивки у вас будут большие продвижения если мало значит вот так как есть так переходим к олен шлёгер так олен шлёгер календарь вот такая красота у меня раньше висела ссылка где я покупала покупала я приобретала я этот набор в компании гелару на их сайте сейчас к сожалению посмотрела нет вот именно этого календаря нет мне девочки спрашивают ну будем надеяться что гелару закажет эти прекрасные календари потому что они конечно хоть и на любителя но все-таки любителей довольно таки много так вот моя организация опять в этой же коробке и вот то что у меня есть на сегодняшний момент в прошлом видео я уже вам показывала в прошлом отчете что я начала до июля и в общем-то даже планировала и август в июле закончить но как видите я не сильно то и продвинулась в своих начинаниях вот то что у меня получается синичка с птенчиками сейчас покажу схему вот то что у меня вышло но осталось там одна треть до два птенчика и уже четко видно что это синичка с птенчиками очень симпатично очень мило получается но очень медленно у меня идет потому что в такую жару даже не хочется шевелиться в руки брать вышивку тоже вообще просто нет никаких сил но это конечно же отговорки надо надо вышивать надо брать себя в руки у меня еще не закончен бэкстич на цветах на птичках я вроде все закончила ну и да и что тут осталось вышить еще одного птенчика и цветочки я так и не поняла что это за цветы похоже на шиповник но какой-то странной расцветки поэтому не берусь судить что это ну прям вот это вот прям вот явно бутоны роз не знаю такой шиповник стран такой расцветки в общем то это не столь важно у нас птицы в цветах под подросшие до птицы и птенцы в цветах какие-то у меня тут уже непонятно в общем канва сильно уставшие так скажем да но у меня остался то есть дошивая это и еще один сюжет и очень надеюсь что я все правильно рассчитал потому что я начинала не сначала с сентября да то есть с одной третьей считайте нет одной четвертой работы и потом вот рассчитывала где мне нужно начать чтобы все совпало ну посмотрим даже сейчас не хочу смотреть у меня есть план b если вдруг у меня что-то не сойдется просто сделать такие подушечки ну единственное что мне придется тогда 10 где-то меленько подписывать что это за месяц а может быть и не стоит так то есть будет у меня не баннер как задумано в сюжете а в такие подушечки ну надеюсь что все сойдется и все-таки будет у меня баннер очень симпатичненький и очень атмосферный такой ретро в ретро стиле у меня в моей рукодельной комнате вообще огромная мешанина теперь стилей фьюжн да или как он называется микс в общем какой то есть такой прием в дизайне когда смешиваются все стили ну как-нибудь я вам у меня очень много сейчас стоит в комнате работы стоит я некоторые готовые работы при просто на стены виде было на булавочки повесила как-нибудь обязательно вам сниму что у меня здесь творится но вот сейчас отдала на оформление несколько работ и возможно вот когда я их оформлю в основном конечно они у меня поедут жить на дачу эти работы вот но все таки что-то оставлю и дома может быть еще даже подоформить что-то дома и покажу как я все это расположила вот так что вот еще одна моя такая работа ну естественно я закончила от неокрафт чехол для ножниц все прекрасно получилось ножницы заходят там держится на магнитике вот так это все выглядит поняла я что все таки вот этот сюжет нельзя использовать для маникюрных ножек ножниц да что я планировала сюда просто вставить маникюрные ножницы белочку и кому-нибудь подарить все-таки этот сюжет больше такой кантри и больше по стилю подходит именно к рукодельным ножницам ну ничего страшного такие ножницы тоже надо где-то держать возможно а возможно просто использовать как декоративное украшение вот это не окрафт такой замечательный шмелек все переливается все блестит чудесная работа заняла она у меня прям буквально практически два часа времени так что или на подарок или себе любимым можно такую работку быстренько организовать и насладиться быстрым результатом красота так вот выглядит сзади спереди единственное что я меняла цвет вот этой вот обводки да вот ой я наверное выкинула привезу и не выкинула нет не выкинула вот здесь она такая темненькая по ключу как-то вот у меня вернее там включать даже вообще не указано какой ниткой это все вышивается сшивается но я брала вот эти темно-коричневые цвета один очень темный другой очень светлый поэтому я взяла свой цвет из какой-то работу вытащила и просто оформила по-своему много ниток осталось при мне кажется еще на одну работу так точно хватит посмотрим может быть куда-нибудь этого шмелика видите весь он у меня за так сказать замазан до фломастером потому что два раза его вышивала вот так что вот такая вот красота у меня получилось так что вот мои дорогие вот такие мои продвижения такие мои работы очень мало получилось за три недели у меня вышито почти 8000 крестиков но это вообще не о чем это так сказать и в лучших днях моей жизни это недельный результат а тут три недели ну что есть то есть во первых лето много забот во вторых вообще мои семейные так сказать обстоятельства то есть про в принципе некогда заниматься вышивкой ну в общем то все это складывается и отражается конечно же на вышивке но ничего страшного есть время вышивать эту славу богу видео поэтому редко выходит что просто мне нечего показать вам вы сами понимаете одно и то же показывать там по по продвижению в тысячу крестиков это совершенно не интересно не мне вернее мне просто стыдно а вам это не интересно поэтому конечно же видео так редко выходит посмотрим что там будет дальше но по крайней мере сейчас именно так будет обстоять дело прошу на меня не обижаться да и напомню конечно же что я открыл свой канал на дзен если вы меня хотите поддержать очень много девочек мне пишут как меня можно поддержать материально никакие карточки я не буду давать естественно никаких подарков я не принимаю если хотите действительно поддержать переходите на дзен я там получаю хотя бы какую-то копеечку правда еще ни разу не выводила но все-таки там денежка купится за просмотры а просмотров там очень и очень мало и просто огромнейшее всем спасибо кто все-таки смотрит меня именно на дзен я каждый раз выкладываю анонс ну вернее даже не то что анонс я каждый раз даже на youtube канале вконтакте везде даю ссылку на свой канал и пишу что вышло новое видео также сейчас на дзен выкладываю старенькие свои видео но мне кажется выкладываю видео которые интересны всем вот последний раз я выкладывала видео вышты картины в интерьере моей квартиры и вышты картины в интерьере моей дачи мне кажется очень интересно я всегда люблю смотреть на картины в интерьере как идеи для оформления, для размещения работ дома. Вот сейчас у меня будут некоторые изменения в дачном картинном интерьере, поэтому постараюсь все, что я планирую оформить, и показать уже, может быть, в сентябре, наверное, вот эти изменения, какие работы я оформила и как я их разместила на даче. Надеюсь, что мне это удастся. Так что вот, мои дорогие, поддержать меня можно именно над Зеней, просмотром моих видео. Все, на этом я заканчиваю. Большое-большое спасибо, что смотрите меня, что досмотрели до конца, что ставите пальчики вверх или вниз, если вам что-то не понравилось. В общем, большое спасибо за ваш интерес. На этом я прощаюсь с вами, была очень рада, что вы зашли ко мне в гости. До свидания, увидимся в следующем видео.